До 1 декабря госкорпорация Ростех планирует приступить к управлению концерном тракторные заводы. Напомню, что на территории республики в него входят промтрактор, промлит, агрегатный завод и промтрактор-вагон. Сегодня в Чувашово прибыла представительная делегация Внешэкономбанка и корпорация Ростех, чтобы познакомиться с текущим состоянием дела на производстве. Подробности в репортаже. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Специалистам в области отечественного машиностроения необходимо принимать непростые решения по поводу дальнейшей судьбы концерна. Поэтому они весьма детально ознакомились с ситуацией в цехах. В таком деле мелочей не бывает. Важно все состояние оборудования, профессионализм рабочих, общий потенциал. В 2017 году завод промтрактор уже выпустил 140 машин. В прошлом году было гораздо меньше. В течение года предприятию удалось погасить долги за тепло и заработную плату. И сейчас здесь работают в три смены, а зарплаты увеличились. До конца года промтрактор новой продукции должен произвести 178 единиц. Очень сильно возрастает экспортный потенциал. Всегда был этот экспортный потенциал, но наши партнеры из-за рубежа, из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья внимательно, наверное, более внимательно, чем внутри Российской Федерации, отслеживают нашу жизнедеятельность. Поэтому заказы у нас пошли. И могу сказать, что из того объема, который я говорю в следующем году, порядка 80 машин – это экспортный потенциал. Погасить долги и возобновить производство удалось после решения наблюдательного совета ВЭБа, когда было выделено почти 6 миллиардов рублей. Межэкономбанк – один из крупнейших кредиторов концерна, поэтому он так заинтересован в процедуре финансового оздоровления. Это должно перезапустить все процессы, которые мы пытались перезапустить, не списывать за должность, пытаясь ее сохранить, и обслуживать, и реструктурировать. Думаю, что решение, в принципе, наверное, взвешенное. Но оно однозначно говорит о том, что фактически государство станет собственником. Не обязательно само государство, а через государственные корпорации, скажем так, которые существуют. И контроль операционный, акционерный, в конечном итоге над концерном тракторной завода должен перейти. И есть решение о том, что это будет компания Ростех. Специалисты побывали не только в цехах промтрактора и промлита, но и агрегатного завода. Везде идет нормальный рабочий процесс, и это главное. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином дано поручение правительству. Правительству дало поручение Внешэкономбанку, где руководитель наблюдательного совета, также является председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, дано поручение нам обеспечить бесперебойную работу предприятий и группы, создать условия для стабильного социально-экономического развития как предприятий, так и работы с регионами, на территории которых данное предприятие находится. В ближайшее время в концерне планируют увеличить производство и принять на работу новых сотрудников. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.